Кому-то очень невыгодно наше присутствие на заседании. Ни один из руководителей не захотел открыть для нас наглухо закрытые двери. Между тем, за неприступными стенами БГУ решается, быть ли второй кандидатуре. Или выбирать из одного кандидата Минобразу все-таки будет легче. Я обращался к Николаю Ильичу Мошкову, к 50-й ученому совета. Познакомить меня с потоком предыдущего ученого совета, где было его выдвижение. Предъявить стенограмму, на что мне был дан ответ, что потоком нет, стенограмма не велась. Чтобы избежать этого конфуза, отсутствие всякой информации о заседании ученого совета, я начал вести в том числе и запись. Валерий Архенчеев поделился с нами видеозаписью заседания, и мы нашли там много интересного. Вопросы о нарушении регламента поднимали прямо в ходе совета, но отказываться от проведения заседания не стали. Может быть потому, что и сам совет сочли чистой формальностью. Этот ответ даже сейчас не важен, сколько для главы администрации, главы республики. Этот ответ сейчас не важен даже для министерства. Возможно, уже все-таки они определились, и на этот приказ уже даже, может быть, вышел. Возможно, даже такое. За то, чтобы перенести рассмотрение вопроса о выдвижении Валерия Архенчеева на следующее заседание, проголосовали только 10 человек. Остальных устраивал заранее спланированный сценарий – заслушать программу действий неподготовленного кандидата. Конечно, я писал эту программу, я готов ее бы высказывать. Но я понимал, что, и вы тоже прекрасно понимаете, что когда тебе даются ставить тебя в известность за 15 минут до начала, что, наверное, что-то в этом сценарии не так, сценарий был задуман определенным образом. И чтобы не дать реализоваться от этого сценария, я сказал, что, господа, я действительно не был морально готов выступать. В итоге против проголосовали, даже не рассмотрев кандидатуру Валерия Архенчеева в установленном порядке. Не выразили одобрения 36 человек, еще 10 воздержались, а в поддержку не выступил ни один участник голосования. Оно и понятно, заявляет кандидат. При таком давлении действующего руководства поддержка конкурента может грозить увольнением. Что у нас получилось? Валерий Ефимович выступать отказался, но группу поддержки провел, которая нас оскорбила фактически. Что будет четверг? В четверг будут песни и танцы, еще больше. Вот если мы сейчас голосуем за то, что дать ему трибуну, Валерий Ефимович, зная его сутячество и способность писать на всех и вся, даже несмотря на то, что ученый совет идет в разгаре, он с телефона не сползает и снимает сейчас от меня. Пользусь поддержкой наших народных избранников, которым я, честно говоря, вообще был сегодня шокирован заявлением господина Баданова в свой адрес. Это безосновательные такие выпады, что он своим трудом заработал, а я, видимо, прополз. И вы хотите это еще раз слушать? Документы там, в Москве, от нас требуют, я не знаю сегодня, одобрения или не одобрения этой кандидатуры. Но если так, то давайте сейчас без его выступления, потому что Николай Ильич не выступал в программе, но он не выступал, но мы всех знаем. Мы Валерия Ефимовича знаем, просто проголосуем. Насколько я знаю, это действительно было, все собиралось скрытно, перед этим все члены ученого совета обрабатывались, им говорят, кто, если вдруг кто-то что-то скажет положительное, поддержку Архенчеева, тем будут приняты административные меры в ходу войны. Валерий Архенчеев намерен добиваться правовой оценки действий нынешнего руководства ВУЗа в части выдвижения Николая Мошкина и проведения ученого совета. И дело уже не в победе, а в том, чтобы процесс назначения ректора проходил в соответствии с законом. Галина Соболева, Юрий Шабаганов, Первая Альтернативная.